Я вас приветствую, возлюбленная и благословенная Церковь Иисуса Христа. Сегодня воскресенье в нашей Церкви с новым богослужением. Давайте с вами помолимся. По традиции нашей Церкви, наше богослужение начинается с клевопреломления. Присоединяйтесь к вам, возлюбленной. И возьмите хлеб, возьмите виноградный сок и будьте частью нашей Церкви. Во имя Иисуса Христа, дорогой наш Небесный Отец, это хлеб, это тело твое, это вино, это кого-то. И сказал, ешьте мое тело, пейте мою кровь и будете иметь жизнь вечно. Кто не будет есть плоти сына человеческого и пить его кровь, тот не будет иметь в себе жизнь. Ядущий твое плоти, пьющий твое кровь, имеет жизнь вечно. Аллилуйя, спасибо тебе, наш Иисус, что ты хлеб, шедший с небес. И ты новое вино, Царство Божие, Царство Небесное. Аллилуйя, спасибо тебе, что мы являемся причастниками Божеского издетства. Аллилуйя, спасибо тебе, что ты перевел нас из Царства земли, из Царства возлюбленного Сына Божьего. Аллилуйя, спасибо тебе, и мы живем этой вечной жизнью. Аллилуйя. Я благодарю тебя, Господь, во имя Иисуса, что сегодня ты будешь еще больше окрывать то, то, что ты облег тайно во имя Иисуса Христа. Потому что мы царе и священники, мы исследуем то, что ты облегаешь тайно. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Слава тебе, Аллилуйя. Наш Небесный Отец, Сын и Бог Святой. Аминь. 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 Давайте споем нашему Господу Новое Западе. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Аминь. Аллилуйя. Бог во Христе примирил всех с Богом. Аллилуйя. Спасибо тебе, наш Небесный Отец. Спасибо тебе за мир, который превосходит всякое наше разумение, который превышит всякого ума, который соблюдает помышления сердца нашей, помышления наших во Христе Иисусе. Аминь. Сегодня по традиции нашей Церкви мы будем учиться молиться по Слову Божию. Я хочу еще отметить, что прошлое воскресенье мы, как обычно, провели богослужение, записали его, но, к сожалению, видеозапись не сохранилась. Вот. Но Бог сверхотечным образом скажет в уши каждого из вас все то, что было на прошлом богослужении, все, что звучало на прошлом богослужении, в первую очередь скажет мне во имя Иисуса Христа. Давайте с вами, кроме нашего любимого священного писания, у нас на очереди титул, третья глава, пятый, седьмой стих. Позвание в титул. И сразу переводим эти стихи в священное писание лично на себя. Аллилуйя. И потому что, когда мы отождествляем Слово Божие лично с собой, Слово Божие отождествляет нас лично с собой. Аминь. О, ты спас меня не по делам праведности, которые бы я сотворила, а по своей милостью в баню возрождения и обновления Святым Духом, который бы издил на меня отдельно через Иисуса Христа, Спасителя моего, чтобы, оправдавшись Твоей благодатью, я по упованию соделась наследницей в вечной жизни. Аминь. Слава Иисусу. Слава Господу. Поэтому спасение нам Господь даровал даром. Если кто-то еще думает, что нужно его зарабатывать своими силами, то это будет очень печально. Потому что за подарки, которые дарит Бог, не надо платить, потому что за них уже заплачено. Когда мы пытаемся заплатить эти подарки, мы тем самым оскорбляем Бога, оскорбляем Духа благодати. И закрываем доступ, доступ любви Божией по отношению к себе. И видите, написано, Бог спас меня не по делам праведности, которые бы я сотворила. Нам, скажите, нужно делать дела праведности? Нужно делать. Но это не плата за то, чтобы спастись. Это то, что вытекает из того, что ты уже спасен. И Бог под своей милостью, вот, Он спас меня по своей милости в баню возрождения и обновления Святым Духом. То есть Святой Дух – это своего рода баня. Когда ты омываешься в этой бане, ты становишься чистым, ты становишься, во-первых, вообще новым, новым человеком. Ты становишься обновлённым. И ты рождаешься заново. Это происходит рождение свыше и происходит обновление. То есть ты полностью новый, новое существо. Потому что Бог излил на тебя обильно Святого Своего Духа именно через Иисуса Христа. Не через какого-то там другого. Да? А именно через Иисуса Христа излил на нас обильно. Через нашего Спасителя Иисуса Христа излил на нас Святого Духа. Аминь. Потому что много там религий есть в мире, да, и которые тоже верят в Бога, но которые не принимают Иисуса Христа, да, как своего Спасителя. Вот. И Бог излил на нас обильно Святого Духа только через Иисуса Христа. И мы оправдываемся его благодатью. И что нужно сделать, чтобы стать наследником вечной жизни? Нужно уповать. По упованию соделались наследниками вечной жизни. Вот. То есть мы вечную жизнь имеем. Теперь нам, что значит наследование вечной жизни? Наследование вечной жизни, это значит, ты уже пользуешься ресурсами этой вечной жизни, которую тебе даровал Иисус Христа. Для этого нужно уповать. Да? Наподаваемую нам благодать. Совершенно уповать наподаваемую нам благодать. Аминь. Слава Иисусу. Аллилуйя. Думаю, все понятно. Так. Ну что. Будем продолжать размышлять над Словом Божьим. У нас на очереди сегодня Откровение 21 глава 9-го 15-го русских. Давайте откроем. Откровение. Это предпоследняя глава Библии. Да? В книге Откровений. В конце Библии. Так. С 9-го по 22-й русский. И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами. И сказал мне, пойди, я покажу тебе жену, невесту Агонца. И вознес меня в духе на великую и высокую гору. И показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию. Светило его подобное драгоценнейшему камню. Каждый камень язвы с крестолловидным. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 к 1 сынов Израиля. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с западом трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, а на них имена 12 апостолов Агонца. Говоривший со мной, имел золотой трость для измерения города и ворот его и стены его. Город расположен четвероугольником, длина его такая же, как широта. Измерим он город тростью на 12 тысяч стадий. Длина и широта, и высота его равны. И стену его измерил во 144 локтя. Меру человеческую, какова мера Ианглера. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое яспис, второе сапфир, третий халкидон, четвертая смараг, пятая сардонец, шестой сардолик, седьмой хризолит, восьмой верил, девятая сапфаз, десятая хризопраз, одиннадцатая гиацин, двенадцатая метис. А двенадцать ворот, двенадцать жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улицы города, чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог, Вседержитель, храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне, для освещения своего. Ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цели земные принесут в него славу и честь твоей. Ворота его не будут запираться днем, а ночь там не будет. И принесут в него славу и честь народов. И не войдет в него ничто нечистое, и никто предан и мировости лжи, а только те, которые написаны у Агнцев книги жизни. Аминь. Слава Иисусу. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Слава тебе, Наш Небесный Отец. Дорогие братья и сестры, дорогие возлюбленные, нарагоценные, мы все являемся частью этой невесты Агнца. Потому что мы с вами пьем кровь Иисуса Христа, едим его плоть. И таким образом мы становимся одно с законом Агнцем, который был законом, еще означал созданство мира. И наши имена записаны в книге жизни у этого Агнца. То есть мы напрямую имеем такую привилегию жить в этом городе, который здесь описывается. Мы вообще часть этого города. Наши тела. Как я могу отнести это слово Божие лично к себе? То есть мое тело является храмом Святого Духа. Вот, то есть сам Бог живет во мне. И я живу в Боге. Я в Духе Святом. И Бог, и Дух Святой во мне. Написано, что храма, и жильяне, ибо Господь Бог сидит в житель храме. Понимаете? То есть получается, если ты и Отец одно, если ты и Христос одно, то ты все держишь в своих руках. Аминь. И ты вседержитель. Вот. Потому что ты имеешь к природу Божию, такой же, как и твой Небесный Отец. Как и мой Небесный Отец. Вот. И Иоанну был показан город, да. То есть он увидел его физическими глазами, а храма его не видел, потому что сам Господь Бог является храмом в этом городе. Вот. И Агни написано. Аллилуйя. Если Бог называет жену, да, свою, которая Иерусалим, который, этот город Святой, да, который сходит как невеста, украшенная для мужа своего, и это жена Агнца, да, жена Агнца, то есть мы являемся его женой, мы невестой его. И не просто невестой, но и жена. То есть одно, да. Великий город Святой Иерусалим, который нисходил из неба от Бога. Я покажу тебе жену и невесту Агнца. То есть жена и невеста, это одно и то же. Вот. И в девятом стихе написано об Ангеле, который доимел чашу, да. У него было семь чаш, наполненных семью последними язвами. Вот. И, конечно же, для чего, да, вот эти вот семь чаш наполненных семью последними язвами? Это проклятие для тех людей, которые, вот, отвержили, да, Евангелие благодати Божией. То есть они отвергли вот спасение свое, вот, которое Бог даровал даром. То есть не приняли этого, да, Рогожьего подарка. Вот. То есть упустились в возможность, да, быть частью этого города. А вот. Потому что люди почему не идут к свету? Потому что они больше разобили тьму, нежели свет. Вот. Кому-то больше нравится есть из помойки, нежели старского стола, понимаете? Вот. Нам нужно настолько изменить свой разум, да, чтобы понять, что кто мы вообще. Вот. И нам нужно верить в то, что если ты невеста, да, если ты невеста, вот, на прошлом богослужении мы говорили о том, да, что, что вот, ну, я, у меня было такое откровение, да, что раньше считалось, что я только частица, да. Тело Иисуса Христа. У меня даже песня есть такая. Частица я тела твоя, да. Вот. А сейчас я думаю, что мое тело полностью, знаете, является телом Иисуса Христа. Вот. А не частичкой какой-то тела Иисуса Христа. То есть мое тело полностью является телом Иисуса Христа. Отмокущества ловы до подуши ног. Аминь. И все люди на планете Земля находятся во мне. И также каждый из нас должен мыслить о себе. Аминь. Чтобы мы не разделяли себя, да, вот, от других людей. Вот. Потому что Бог желает, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И откровение о том, что Бог умер только за тебя одного. Вот. Нам нужно принять это. То, что Бог умер только за тебя. Вот. И каждый из нас должен думать так. Вот это и есть личное отношение с Богом. Понимаете? Когда есть ты, Бог и больше никого. Вот. И твои отношения с Богом. Все. Вот. И Бог видит в тебе всех людей. Аллилуйя. Всех ангелов, все царство Божие в тебе. Потому что в тебе же Христос. Во Христе все. Бог принавил во Христе всех людей. Понимаете? Если ты во Христе, вот, и Христос в тебе, то все люди в тебе. И все, что Бог... Все, что Божие, это все в тебе. И ты в нем. Во всем Божьем. Аминь. И мы... Библия... Павел говорил, да, что мы живые камни. И сами устрояем из себя дом духовный. Вот. И... Город, да, вот, конечно же, там есть дома в этом городе, да. Но вообще описывается сам город, как он выглядит. Вот. И... Он весь из драгоценных камней, да. Весь из драгоценных камней. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне, ни для священника. Ибо слава Божья светила его, светильник его Агнец. То есть мы и есть этот светильник, который есть Агнец. Потому что мы с Агнецем, который был заклан за нас еще от начала создания мира, являемся одним в целом. Потому что мы являемся его женою. Потому что муж и жена – это одно. Так? Так. Здесь проводим аналогию. Агнец, его жена, церковь, да, мы одно с этим Агнецем. Мы и есть этот светильник, да. В этом городе. Аллилуйя. Мы и есть слава Божья. Аллилуйя. Написано, спасенный народ будет ходить во свете его. Нам нужно принимать это слово Божье здесь и точек. Что... Ну и что там спасенный народ, да это что когда-то. Нет, нам нужно сейчас принять это в свою жизнь. То, что сейчас именно спасенные народы, да, будут ходить в твоем свете. Понимаете? Мы должны сами себя принимать. Если ты принимаешь, что ты живой камень, да, а ты можешь принять, что ты не просто живой камень, а весь город, весь Иерусалим – это ты. И в Тибете двенадцать жемчужных ворот, да, по числу двенадцати колен Израилевых, ой, по числу двенадцати колен Израилевых, также двенадцать основанников этого города из драгоценных камней, да, по числу апостолов Иисуса Христа. Да, вот и есть этот город, да, и в тебя, значит, спасенные народы будут ходить в твоем свете, и цели земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов. Аллилуйя. Ну и дальше двадцатая русская, двадцатая глава, мы будем еще разношлять. То есть нам нужно воспринимать это духовно, да, духовно, что мы и есть этот город Иерусалим, что мы и есть этот Агнец, да, который захван от начала создания мира. Аллилуйя. Вот то, что ты пьешь кровь Иисуса Христа и ешь его плоть, это и является свидетельством того, что ты с этим Агнецем, который превознесен в предыдущие небес, одно целое. Аминь. Ты есть этот светильник, да. В языке там описывается светильник, вот, который изливает из себя, там, наверху этого светильника, значит, чашечка, да. И вот она изливает из себя золото, вот. Маслина там с правой стороны, с левой стороны. Как вы думаете, что это? Там семь трубочек. Вот через эти трубочки изливается золото. Ты тоже можешь отождествить это лично с собой, что ты и есть этот светильник, который изливает из себя золото. Говорят, ну, кто-то хочет иметь курицу, которая из себя золото и яйца. А ты и есть сам, это сверхъестественное существо, да. Вот, и есть этот светильник, да, который, который именно изливает из себя золото. Аминь. Малилуя. Потому что мы изливаем Бога, понимаете? Мы изливаем Бога. А Бог это и есть золото. И, как видите, что этот город чистое золото, как прозрачный стекло. И мы есть это золото. Мы есть этот город, 12 оснований, которых из драгоценных камней. Аминь. Ничто нечистое не войдет в этот город. Аминь. Слава Иисусу. Когда ты почитаешь себя, вот потому что Бог построил нерукотворенный храм, да. А нерукотворенный храм – это и есть наше тело прославленное, как у Иисуса. Когда Иисус воскрес из мертвых, вот, у Него было прославленное тело. И оно сейчас у Него есть это прославленное тело. Мы и есть Его тело, Иисуса Христа. Ты признаешься, да, в том, что Церковь является телом Иисуса Христа. Ты же признаешься частью этой Церкви Иисуса Христа. Ты можешь признать, что ты и есть полностью тело Иисуса Христа. Если каждый из нас так будет думать, то и будет Бог все во всем. Аминь. Когда ты будешь считать всех вокруг, что мы одно, понимаете. Мы все люди на планете, мы одно все. От одной крови родились, понимаете. Бог сотворил от одной крови все. А сейчас мы кровью Христа все сродненные. Мы одно. Мы родня. Мы одно вообще с Богом. Одно. Мы не делим. Если кто-то грешит, то это ты. Понимаете? Понимаете, почему говорят, что трофи Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Не только от твоего, но и от греха того, кто рядом с тобой был решит. Понимаете? От этого греха тоже очищает. Аллилуйя. И нам нужно принять эту истину о том, что мы являемся этим городом. Что твое тело является вообще, да. Что ты являешься этим городом. Ты же невеста Иисуса. Ты же его жена. Если ты это принимаешь, то это и будет действовать в твоей жизни. Это начнет реально проявляться во имя Иисуса Христа. Отношение Бога к тебе будет совсем другое. Вот. Он будет относиться к тебе особенно. Также. Вот. Твое тело является храмом Святого Духа. Аминь. То есть, нужно относиться к своему телу, как к храму Святого Духа. И это и есть, да, храм, который находится в этом городе. То есть, все, что вокруг тебя, вот эта слава, да, вот, она невидимая. Вот. Но она, ты потому что во Христе, в нем, и еще Христос в тебе. Понимаете? Он объявляет нас, да, действие, где он вообще везде. И внутри, и вне. Вот. И славы Божьей полна всей земля. Вот куда бы ты ни пошел, везде славы Божьей. Даже, когда ты сидишь на престоле, на небесах, ты все равно, все равно вездесущий, да, вездесущий. Так как природа Божья вездесущая. Вот. Поэтому ты везде. И слава Божья везде. Мы являемся же славой Божьей. Бог же проводит аналогию, да, что муж – это слава жены. Жена – это слава мужа. Муж – это слава Божья. Дети – это слава родителей. Родители – это слава детей. Аллилуйя. Слава Господа. А мы являемся детьми Божьими. Мы его слава. Аллилуйя. Слава Божьей полна вся земля. Что это значит? Слава Божьей полна земля. То есть каждый человек является славой Божьей. Если ты будешь так верить. Аллилуйя. Ты перестанешь кого-то ругать. Ты перестанешь кому-то завидовать. Ты перестанешь кого-то осуждать. Когда ты начнешь мыслить так, что ты одно вообще со всеми. Понимаете? Со всеми людьми абсолютно. Потому что Бог все во всем. Он этого хочет. Аллилуйя. Слава Богу. Давайте 22 главу 1 по 4 стих. Показано чистую реку воды жизни. Светлую, как кристалл, исходящий от престола Бога и Ага. Мы же сидим на этом престоле, где этот Агнец. Мы же и Агнец одно. Аллилуйя. Мы же и Отец одно. Отец же сидит на престоле. Наш. Среди улицы его и по той и по другую сторону реки древо жизни. Двенадцать раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод, свой листья деревьев, листья линия народа. Ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. И узрят лицо его, и имя его будет на челах их. Аминь. Слава Господу. Слава Иисусу. Видите, кем ты себя видишь? Ты и Отец одно. Ты и Христос одно. Ты жена Агнца. Аллилуйя. Ты невеста Агнца. Аллилуйя. И от тебя ты источник этой чистой реки, воды жизни. Светлый, как кристалл. Эта река исходит от престола. Вот. Мы же сидим на престоле. Аминь. И улица этого города из чистого золота, да, среди улицы и по той и по другую сторону. Реки. Вот эта река, что ты и есть, эта река, да, которая течет. То есть мы, вот эта вода живая, про которую говорил Иисус, да, сидя рядом с уколотцем, с амарянкой, которым мы уже размышляли на эту течет. Вот. Он говорил, я, есть эта живая вода. Я дам тебе воду живую. Аллилуйя. Это и есть эта вода. Мы и есть. Мы источаем. Мы источник. Аллилуйя. Бог всегда источник. Аллилуйя. Если ты и Отец одно, то ты источник. Аллилуйя. Вообще Богу не требуется служение рук человеческих, потому что Он все дает Сам. Аминь. Он источник. Нам нужно почитать себя источником. Аллилуйя. И все к Нему, конечно же, возвращается. Благодарность Богу, да, за то, что Он дает всему жизнь. Аллилуйя. И видите, листья для дерева, для исцеления народа. То есть они нужны, эти листья для дерева, для исцеления народа. То бишь, вот, упование на Бога, оно не должно прекращаться никогда. Аминь. Аллилуйя. То есть нам нужно, это процесс, да, потому что, если ты остановишься, то ты упомрешь. Нам нужно останавливаться. Понимаете? Стрека должна течь всегда. Почему она чистая? Потому что она всегда течет. Она не стоит, иначе она станет болотом. Нам нужно течь, течь, течь. Аминь. Почему, слава Богу, Бог дает новые песни для того, чтобы мне течь дальше? Это началось с 2008 года интенсивно. Как только я начала искать Божьего лица. До этого я уже служу Богу с 1999 года. С этого момента я служу Богу. Моя жизнь вся посвящена Богу. Я никогда не говорила о том, что я послужу тебе два года, и все. Такого вообще у меня в мыслях не было. Только я приняла Иисуса, все. Вся моя жизнь стала принадлежать Богу, потому что я не могу иначе. Потому что у нас поселился сам Бог. Во мне сам Бог поселился. А Бог, Он желает служить всегда. Аминь. И Бог, Он никогда не остановится. Бог – это жизнь. Это река. Она течет. Она всегда. Вот. Она не пристает никогда. И поэтому у нас природа Бога. Если ты считаешь, что ты послужишь Богу там столько-то и на этом закончим, то значит, я не знаю, поселился в тебе Святой Дух или нет. Потому что Святой Дух, Он побуждает нас к тому, чтобы делать дела Божьи. Аминь. Чтобы служить Богу. Аминь. И сейчас как раз это нужно. Видите, что написано «Цари земные принесут в этот город славу и честь Своей». Аминь. Славу и честь Своей. Мы, когда взаимодействуем друг с другом, да, Бог же прославляет святых Своих. Вот. Есть святые наши братья и сёстры, которые Бог прославляет. Их, которых мы хорошо очень знаем, да. Мы слушаем их проповеди, наставления. Это и есть. Когда в твой город приходят, да, приходят спасённые народы. Мы ходим во свете друг друга. И цари земные тоже приносят в Него славу и честь Свою. То есть даже цари земные написано. Мы же не только цари на небесах, да. Бог же царь, Иисус Христос же не только царь на небе, но и на земле. Он царь, царей, Бог богов и Господь господствующий. Он вообще владыка неба и земли. Иисус Христос, Он Господь всего. Аминь. Всей вселенной. И на небе, и на земле, и на превышенной везде. Вот. И мы друг другу приносим славу и честь Свою, да. Ворота его не будут запираться днём, написано. Аллилуйя. И ночи там не будет. Что это значит? Ночи там не будет. То есть в любое время суток, вот, да, ты можешь общаться с Богом. В любое время суток ты можешь общаться с братьями, сёстрами, там, Аллилуйя. То есть мы не ограничены ни временем, не ограничены ни обстоятельствами, да. И принесут в него славу и честь народа. Аллилуйя. А почему никто преданной мерзости и в жизни может войти в этот город? Библия говорит о том, что нечестивые не устоят в собрании праведников, понимаете. Они просто не могут выйти перед этого света. Потому что нечестивые они ненавидят света. Написано, что кричат, да, что тот, кто идёт, вот, делает зло, мерзость для нечестивого, идущий праведным путём. А для праведника мерзость тот, кто идёт неправедным путём, понимаете. Поэтому ничто нечистое не может войти в этот город. Потому что они не могут выносить эту славу. Ведь люди, которые ненавидят, вот, богатых, ненавидят там тех, кто стоит у власти. Ну, потому что они, о Библии говорит, да, не злослой богатого, да, не злослой богатого. Вот. И нам нужно благословлять тех, кто стоит у власти. Аминь. Аллилуйя. И когда наши братья и сёстры во Христе уже примут, да, слава богу, откровение о том, что Бог щедрый, что он отчисляет, что он желает благословлять всех детей, что это не воля Божьей, чтобы ты был бедный, это не воля Божьей, чтобы ты ходил там, ну, нищий бедный. Бедность должна уйти, потому что это не присуще Богу. Аминь. Бог уже не сказал, что эта невеста Агнессона какая-то дряхлая, там, какая-то там, ну, из соломы дом, да, вот. Написано, что этот город чистое золото. Если ты не любишь эти вещи, да, ну, осуждаешь, там, кого-то, кто, братьев и сестер, там, которые, там, которым нравятся, ну, камни драгоценные, там, ирозонты, сельбро. Вот. В том плане, что нам должно это нравиться, потому что это присуще Богу. Аминь. Аминь. Потому что это Бог все садил прекрасно для нашего наслаждения. Аминь. Слава Иисусу. Проблема людей в том, что они друг друга разделяют, понимаете. Разделяют. Что ты это ты, а я это я. Вот. Почему Бог их говорит, что одна вера, один Господь, одно крещение. Аминь. Один Господь для всех, проживающих имя Его. Одно тело. Один Дух. Аллилуйя. Слава Иисусу. Один человек. Аллилуйя. Одного нового человека Бог создал в себе самом одного нового человека. Все. Этот новый человек ты и в тебе все. Аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу. 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 Я думаю, что наши руки, да, это и есть листья дерева. Аллилуйя. И вот светильник, который весь из золота был, да, маслины вот эти две, маслины с левой и с правой стороны, это тоже как аналогия, это тоже, они взливают из всех золота, эти маслины, вот. Я думаю, что тоже руки наши, твои руки, потому что ты и есть светильник этот. Аминь. Аллилуйя. Светильник его Агнец. И Библия говорит о том, да, что у Бога лицо, которое превосходит солнечное сияние. А мы с вами люди, которые ищем Божьего лица. Аллилуйя. Аллилуйя. И это лицо, которое превосходит солнечное сияние, лицо Божье. Оно от которого бежало, от лица которого бежало небо и земля не нашлось им места. Понимаете? Вот такое сияющее лицо Бога. Аминь. Аллилуйя. Нам нужно верить в то, что уже нет ничего проклятого. Уже нет ничего проклятого. Нам нужно верить в то, что мы уже сейчас можем пользоваться с тем, что здесь написано. Знаете, это волшебная книга Библии. Если ты поверишь, вот, если ты примешь это, да, свою жизнь, оно начнет действовать в своей жизни. Оно начнет реально производить какие-то вещи. Вот. Сверхъестественные вещи. Мы с вами чем занимаемся? Исследованием. Аллилуйя. Почему вот, чтобы найти сокровище, нужно копать, нужно рыть, да, нужно трудиться, чтобы его найти. Так вот, наш труд в том и заключается, чтобы вот искать вот эти вот, эту вот драгоценную жемчужину. Аллилуйя. Слава Иисусу. А я, слава Иисусу, нашла весь город. Аллилуйя. Весь город нашла. Это и есть. Это и есть Иисус. Это и есть Бог. Аминь. Он и есть этот город. Аллилуйя. Слава Богу. Бог хочет, чтобы на земле было, как на небесах, чтобы все проявлялось здесь. Чтобы здесь проявлялось, чтобы царство, чтобы владычество Божье, оно проявлялось реальным. В жизни каждого человека. Вначале это должно до наших мозгов дойти. Вначале это должно утвердиться. В нашем сердце. Я не слышала, чтобы кто-то проповедовал только то, что вот мы со всеми людьми, со всеми одно. Что я со всеми людьми одно. Обычно люди, оппозиция, да? У них оппозиция с кем-то. Ты там свое, а я свое. Ты то, а я это. Вот. Нам нужно принять эту истину в том, что если Бог все во всем, да? Скажи, я все во всем. Потому что ты же и Бог одно. Ты же с отцом одно. Скажи, я все во всем. Я все во всем. Думай так о себе. Ты перестанешь судить тогда. Превозноситься там над кем-то. Завидовать кому-то. Аллилуйя. Слава Иисусу. Ну что, давайте споем разве ради. И у меня была любимая песня такая. Вот когда я еще в 99-м году пришла в церковь. Там хор был такой большой, там сестра с таким красивым голосом пела. Ты все во всем. Хор пел. Ты все во всем. В тебе одном нуждаешься. Потому что Бог, Он все во всем. И мы действительно в нем одном нуждаемся. А по факту нам нужно то, первое, пятое, девятое, десятое и так далее. Потому что до мозгов еще не дошло. Что Бог, Он единственный, кто нам нужен вообще. Аминь. Потому что Он все во всем. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Право тебя умер в шляпе, потому что ты уже умер телом Христовым. Аминь. Нам нужно принять эту истину о том, что мы уже умерли со Христом. Поэтому закон не имеет права вообще действовать на тебя. Ну, закон греха и смерти имеется в виду. Мы от этого закона с вами освободились. Аминь. Всегда верь в том, что ты уже умер со Христом. Всегда верь в то, что ты носишь в себе мертвость Господа Иисуса Христа. Всегда в это верь. Потому что если ты не будешь верить в то, что ты носишь мертвость Господа Иисуса Христа в себе, то закон будет продолжать тебя добивать. Закон греха и смерти. Вот. И нам нужно верить, твердо верить в то, что ты мертвый. Мертвость Господа Иисуса Христа в себе носишь. А ты же и Христос одно. Аминь. Это ты уже умер. Аллилуйя. Теперь, так как мы умерли для закона, того закона греха и смерти, теперь мы принадлежим другому воскресшему и жмертву. Аллилуйя. Да приносим плод Богу. Написано принадлежность другому. То есть когда-то мы принадлежали закону греха и смерти. Этот закон мог делать с нами, умершлять нас, потому что мы не нарушали закон. А сейчас этот закон не имеет права нас умершлять, потому что мы уже умерли за Христом. И принадлежим уже другому, воскресшему и жмертву. Если ты принадлежишь воскресшему и жмертву, тебе только остается, что делать. Воскресать. Воскресать из мертвых. Да приносим плод Богу. Мы принадлежим другому, воскресшему и жмертву. Иисус Христос воскрес из мертвых, и мы с ним воскресли. Нам нужно верить, что мы вместе с Иисусом воскресли и жмертвы. Аллилуйя. Сейчас верь в то, я воскресла со Христом и жмертвым. Аминь. Вместе со Христом и жмертвым. А так как я и Христос одну, то Бог меня абсолютно не разделяет с собой. Мне не делит на две части. Понимаете? Он в себе самому сделал одного человека. Меня одну. Тебя одного. Аллилуйя. Потому что есть ты, больше никого другого нет. И в тебе Христос. И ты выходи. Аллилуйя. И ты приносишь плод Богу теперь. Аллилуйя. Плод Духа написано. Девять составляющих плода Духа. Любовь, радость, смерть, долготерпение, благость, милосердие, вера, кровь, воздержание нас таковых. Их закона нет. Вот какой плод мы приносим Богу. Это и есть. И это реальные вещи. Их невозможно пощупить, но их возможно ощутить в своей жизни. Аминь. И эти вещи, они, этот плод Духа, да, он реально приносит в нашу жизнь. Реальные ощущения, ощущения, да, ощущения того, чтобы жить именно божественной жизнью. Реальные ощущения того, что ты Бог и живешь божественной жизнью. Бог, который всегда наслаждается. Не верьте в то, что небеса плачут. Небеса вообще никогда не плачут. Небеса всегда ликуют. Как только Иисус воскрес, небеса всегда ликуют тебя только. Аллилуйя. А земля молчит. Земля должна молчать. Аллилуйя. Почему молчать? Потому что не надо говорить, да, про тать. Ропот – это грех. Аллилуйя. Потому что вся земля полна славы Божьей. Аллилуйя. Тебе нужно просто принять. Принять истину. Начинать думать по-другому. Начинать думать радикально вообще. Тому, что ты видишь, ну, с физическими глазами. Радикально вообще не верить той информации, которая по телевизору, в новостях. Радикально не верить. Это ложь. Это все ложь. Это что, земля полна слава Божьей. Небеса должны ликовать. Небеса всегда ликуют. Земля молчит. Аллилуйя. При лицом Господа. При лицом Господа написано молчить. Потому что там, где ты видишь, да, то, что негативное происходит, там тьма, там люди слепые, они не видят Бога. Поэтому вот это там творится. Как только они увидят Бога, они, вот это вот, свет тут же поглотит эту тьму. Как только ты начнешь видеть Бога в своей жизни, свет тотчас поглотит тьму твою. Аминь. Плава Иисусу. Давайте, братья и сестры, начнем уже видеть. Да? Воскрешивай, взмелтвай на нем в своей жизни. Аллилуйя. Ну что, давайте споем Воскрешивай. Я умер сняться в полном. Я приношу, я приношу, я приношу, я приношу. Воскрешивай. Я приношу, я приношу, я приношу. Воскрешивай. Ну что, продолжим дальше размышлять. Первая Коринфина. Первая Коринфина. Седьмая глава, 50 и 11. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачна или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей. Аминь. Слава Господу. Аллилуйя. Актуальная тема? Актуальная. Очень, то, что Бог дает, да, Он тебе, мужа или жену, то есть на тебе лежит ответственность сохранить. Сохранить то, что Господь дает. Что Бог дает, а люди сами теряют. И нам не нужно быть такими растеряшими. И инициатива не должна, не должна идти от жены, вот, чтобы развестись с мужем. Тут пишем, брак не я повелеваю, Господь жене не разводиться с мужем. Именно жене не разводиться с мужем. Не должна инициатива идти от жены, чтобы развестись с мужем. Потому что написано в одиннадцатом стихе, если же разведется, то должна оставаться безбрачна. Или примириться с мужем. И мужа не оставлять жены своей. Аминь. То есть муж тоже не должен оставлять свою жену. Что случится, если жена разведется с мужем? То есть она обрекает себя, да, на то, чтобы оставаться безбрачной, безбрачной. То есть она не должна больше выходить замуж, если она развивает мужа. Вот, если инициатива шла от нее, то она не должна. Значит, больше выходить замуж. Либо она должна примириться с мужем своей, потому что муж не хотел с ней разводиться. Это ясно. Что же инициатива шла от жены. Далее. Одиннадцатый стихе говорит мужа не оставлять жены своей. А что делать, если муж оставил жену? Тогда ответственность лежит на мужа, а не на жене. В таком случае, да, он дает повод жене прелюбодействовать. Получается, если она выходит замуж с другого, то это называется прелюбодеяние. Понимаете, в чем дело? Поэтому, при нас, дорогие ценные братья и сестры, очень много прелюбодеев. Даже если вы вступили в брак, да, гражданский, там, зарегистрировались. Ну, там, зарегистрировались и живете. Вот. А милость на нас теплевается с небес. Вот. Нет ни одного прелюбодея. Вот. Даже если ты всю жизнь прожил с женой, там, ни разу не изменил, на женщину посмотрел, сожделение, все, значит, уже прелюбодействовал. Поэтому, если даже ваш брат зарегистрирован, зарегистрирован, да, вот, ну, ты, ну, там, допустим, бросил, там, свою жену оставил, а женился на другой. Это называется, ты даешь повод прелюбодействовать своей жене, которую ты бросил, и вот, там прелюбодействуешь. Вот. Понимаете? Поэтому, драгоценные братья и сестры, не думайте, что вот вы, там, женились, и, там, замуж, у вас, там, все правильно, все, вот, по закону, все так, как должно быть, и осуждайте тех, кто, там, не это самое. И... Велия конкретно говорит, Иисус говорит, не судите, да не судимы будете. Аминь. Каждый, он ответит перед Богом за все, что он делает. Нам нужно наблюдать только за собою. Нам нужно слушать Бога. У нас должно быть личное отношение с Богом. Ты не должен ошибаться. Если сравнивать себя с кем-то, что ты там лучше, вот, все, ты уже ошибаешься. Вот. Потому что нам нужно себя сравнивать только с Богом. Бог никогда не прелюбодействует. И как... И Бог смотрит на нас, даже если ты совершил такую ошибку, совершил такой грех, бросил жену, жена развивалась мужем. Вот. Снова вышла замуж. Бог видит тебя, да? Чистая, непорочная девственница во Христе Иисусе. Понимаете? Нам нужно думать о себе так. Когда ты думаешь о себе так, то ты начнешь вести себя, соответственно, тому, что ты думаешь о себе. То есть ты тогда не будешь там оставлять своего мужа, ну, оставлять свою жену, или жена не будет разводиться с мужем своим. Потому что Бог никогда не прелюбодействует. Он верный. Аллилуйя. А мы и Христос одно. Я скажу, я и Христос одно. Я и Отец одно. Я девственник. Аллилуйя. Я иду за Иисусом туда, куда бы Он ни пошел. Аллилуйя. Иду за Аганцем. Аллилуйя. Слава Иисуса. Слава Господу. Аллилуйя. Верки так, драгоценные братья и сестры. А вот эти нюансы, да, здесь все описывается. То есть на ком лежит ответственность. Конечно, Бог не желает вообще никаких разводов, чтобы их не было. Вот. Слава Иисусу. В моей жизни, да, ну, было два. Еще до того, как я уверовала в Иисуса, я был гражданский брак, зарегистрированный в ЗАВСе. Мы прожили, значит, до того, как мы зарегистрировались, мы сжили год со своим мужем, можно так сказать. После регистрации тоже прожили год. Вот. И я подала на развод. Потому что... Ну, потому что я, наверное, хотела себе другого мужа. Вот. Муж чувствовал, что я... Что я его не люблю. Вот. И, в общем, инициатива шла от меня. Вот. Я тогда еще не знала Бога. Вот. И потом, когда я уже через несколько лет... От этого брака у нас родилась дочь. Потом через несколько лет я уверовала в Иисуса Христа. И я стала молиться за мужем. Что Бог дал мне мужем. Через 15 лет моего вхождения с Иисусом. Бог послал мне жизнь человека, которым я обвенчалась в церкви. Вот. И мы дали обещание друг другу быть верными, любить друг друга. Ну, в общем, ну, все, как обещают друг другу. Люди, которые уступают, берут ответственность, да, за жизнь друг другу. Вот. Я, со своей стороны, отнесаюсь к этому серьезно, а муж нет. Через полгода этого венчания он меня оставил. То есть, в общем, муж оставил жену. Вот. То есть, вот такая вот была ситуация в моей жизни. И вы знаете, вот раньше, вот этот вот венчание только считалось законным браком между супругами. Сейчас, в наше время, современно, да, люди считают, что гражданский брак, вот, который, где РОСПИ ставится, вот, муниципальный, да, можно так сказать, является браком. Вот, вот, в истории, да, вот, когда люди отвергали Бога, когда они разрушали церкви и так далее. Вот, вот, потому что в истории было много таких вот событий, революции и так далее. Вот. Они называли этот брак, вот, когда не в церкви, а муниципальном. И высмеивали этих людей, которые женились вот так вот. Вот, не перед Богом, а именно вот, по нашему, на нашем языке в ЗАГСе. Вот, они высмеивали. И время, да, оно, и это все наши мозги человеческие делают, понимаете? Только люди воспринимают. Если люди воспринимают, да, что вот это вот брак настоящий. Вот, вот, когда вот задвестированы, вот, Вы ЗАГСе настоящие. А вот то, что венчание, это не настоящее. Вот. Кто-то так верит, кто-то так верит. Вы знаете, Вы... Нарушение, вот, Божьих принципов, да, Божьих принципов именно, Оно чревато более глубокими последствиями, нежели нарушение, там, каких-то законов, там, какой-либо страны. Поэтому, раз Бог говорит, жене не разводиться с мужем, значит, не разводиться с мужем. Если Бог говорит, муж не должен оставлять жену, значит, он не должен оставлять жену. Ибо на нем будет ответственно. Аминь. Если он оставляет, человек, он глупый, да, если думать, что он, вот, оставил жену, найду себе другую, вот, и буду счастливым. Но это же утопия. Это же... Это же просто иллюзия. А люди думают, не там. Они набивают все шишки, все равно делают ошибки. Вот. Второй брак, третий брак, четвертый брак, шестой брак и так далее. И разочарование, 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 разочарование. Вот. Аллилуйя, что у нас есть Иисус, наш супруг, да, единый муж, Которому Бог нас обручил, единому мужу. Ну, это она с ревностью Божией. Вот. Он нам верный. Аллилуйя. Никогда от нас не уйдет, никогда нам не изменится. Аллилуйя. Он всегда верный. Мы для него единственные. Аминь, да? И аллилуйя. Слава Господу. У Иисуса, знаете, не миллион жен. Одна у Него. Нам нужно так мыслить, что у Него одна только. Понимаете? Это Я. И так каждый у нас должен думать. О себе. Аллилуйя. Так, ну что. Откровение 5.10. Откровение 5.10. Так. И садил нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Аминь. Кто эти цари и священники? Богу нашему. Аллилуйя. Это мы с вами. Верятости да и поют новую песню, говорят, да, стоим ты взять книгу и снять с нее печать, ибо ты был закон, кровью своей, скупил нас Богу, и сякал колено, языка, и народа, и племени. Садил нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Аминь. Цари и священники Богу нашему. Царей и священники Богу нашему – это те, которые приводят людей к Богу. Они являются мостом. Мостом между Богом и людьми. Аминь. То есть мы содействуем тому, чтобы люди, они верили в Бог. Чтобы они полюбили Иисуса. Чтобы они повстретились с Отцом. Чтобы они объединились с Отцом. Стали с Отцом одним. И это мы делаем через Иисуса Христа. Да? Через священника. Первосвященника. Аллилуйя. Который сам себя принял в жертву. Священник иной. Аллилуйя. Жертвы будут не нужны только тогда, когда мы уже всё. Стануемся Богом одним целым. Вот тогда жертвы уже не нужны никакие. Тогда уже всё. Даже священник иной не нужен. Аллилуйя. Потому что священник только мост между Богом и людьми. Уже мост не нужен будет, когда Бог будет всё во всём. Аминь. Когда уже все люди будут знать Бога, всё, это уже не будет никакого моста. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Иисусу. Но пока есть люди, которые ещё не знают отца, нужны цари, священники, Богу нашему. Аллилуйя. Нужны цари, да, которые царствуют, которые, вот, расслабляют Бога, которые поклоняются Богу. Скажите, если ты, а я отец одно, что ты будешь сам себе поклоняться? Вот. То есть, Иисус, хоть Он и был одно с Отцом, да, но Он же отмолился Отцом. И мы с вами всё во всём. Скажи, я всё во всём. Почему мы говорили вначале, что мы со всеми людьми одно? Потому что Бог всё во всём. Иисус умер за всех грешников, принял наказание за них, Аллилуйя. Потому что Он отождествил себя с этими грешниками. И сейчас отождествляет тоже с этими грешниками. И мы тоже отождествляем себя с этими грешниками, потому что мы с ними тоже одно. Аминь. Потому что Бог их спасает, Он их любит. Он умер ещё за них, когда они были грешниками. Вот. И Он возлюбил их ещё тогда, когда они были грешники. Возлюбил. И умер за них. Умер за нас. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Иисусу. Мы же всё во всём. Если я всё во всём, то нужно только мыслить. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Господу. Аллилуйя. Ты таким образом побеждаешь этот мир. Аллилуйя. Это свои веры. Я ещё и не слышал, что кто-то так проповедовал, чтобы кто-то так верил. Чтобы кто-то говорил, я всё во всём. Что все люди во мне. Аллилуйя. Что Иисус умер только за меня. Одну. Аллилуйя. Что я город. И что я Иерусалим. Аллилуйя. Я храм. Я светильник. Аллилуйя. Слава Господу. Ну что. Исайя 61.10. Давайте. Размешаем. Исайя 61.10. Радостью буду радоваться Господи. И садится душа моя о Боге моем. Ибо Он облёг меня в лизы спасения. Одежды правды одел мне. Как на женихала заложил венец. И как невесту красил в убрань. Аминь. Слава Иисусу. Аллилуйя. Видите? Иисус, Он говорит, что я буду радоваться о Тебе, Господь. И Он не говорит. Нет, я пока жених. Бог меня только как жениха одел. А как невесту нет. Нет. Он говорит. Как на жениха возложил венец. И как невесту красил в убрань. Жених и невеста одно. Понимаете? Всё в одном Христе. И жених, и невеста. В нём одно. Аминь. Два человека стали одним человеком. Аминь. И жених, и невеста. Аллилуйя. В этом братья и сёстры. Если ты говоришь. Нет, я только... Я дочь. Я не сын Божий. Я дочь Божий. Ты и дочь Божий, и сын Божий. И братья тоже. Ты и невеста Иисуса Христа. Ты и сын Божий. Аллилуйя. Ты одно. Ты и невеста. Ты и жених. Ты и жених, и невеста. Это ты всё. Всё в одном. Аминь. Это и есть одежда Бога. Возвеселится душа моя Боги. Абон облёг меня в ризы спасения. Одежда правды одел мне. Аллилуйя. Слава Господу. Это про Иисуса. И про меня лично. Каждый из нас должен так думать. Я буду радоваться о Господе. Возвеселится душа моя Боге мою. Аминь. Аллилуйя. Кто-то ж мечтает, да, стать невестой, женихом. Так вот, твоя мечта уже сбылась всё. Здесь и тотчас. Как только ты принимаешь Иисуса, всё, у тебя наполняет радость, веселье о Боге. Вот. И ты уже сейчас наряжен так, вот, как невеста, как жених. Аминь. Как на жениха возложил венец. На тебе венец и на тебе обранство невесты. Аминь. Слава Иисусу. Драгоценные сёстры, которые хотите выйти замуж. На вас уже есть эта прекрасная одежда. Моё вы. И поверьте, что вы радость настолько будет переполнять ваше сердце, как бы не переполняла в день вашей, ну, свадьбы. Ну, на самом деле, свадьбы. И, конечно, я всем желаю, там, кто желает вступить в брак, себе самой, да, чтобы была свадьба, был человек, который... С которым ты будешь идти по жизни, служить Богу совместно. Ну, вот. В миске будете идти. Потому что один прогоняет тысячу, а двое десятки тысяч. Аминь. Потому что твоё... Моё служение, верю, будет намного эффективным, если я буду... Именно, если будет со мной рядом человек, да, вот. Муж физически. Вот. И я верю, что у нас уже не сейчас эффективно, потому что со мной муж Господь. Аминь. И... Аллилуйя. Аллилуйя. Порой бывает, когда любимый человек рядом, а внутри нету радости. Знаете, почему? Потому что на самом деле кто-то жених-то, защита. Кто твоя невеста? Это Иисус. Аллилуйя. Это Бог, который хочет сейчас соединиться с тобой. И нам нужно трепетом относиться к тому, что Бог желает сейчас, да, чтобы тебе остановиться, послушать голос своего жениха, моего. Слава Господу. Ощутить его прикосновение, присутствие, побыть его присутствие на лёгой. Вот. Потому что это жизнь. Потому что Он, моя жизнь. Я не могу жить без тебя, Бог. Вот без какого-то человека ты точно можешь жить. Вот меня муж когда оставил в 2016 году, вот, я думала, моя жизнь закончилась. Но нет, я живу. Живу и процветаю. Вот. Я думала, что всё, жизнь закончилась. Оказывается, это была ложь дьявола, что жизнь закончилась. На самом деле, ничего не закончилось. И даже всё он меня оставил, всё равно является моим мужем навсегда. Вот. И это будет навсегда. Это истина. Малилуя. Потому что когда вы произносите, и я знаю, что многие в церквах, ну там, венчались, а потом расстались, на небе, вы всегда муж и жена. Всё. Перед локом вы муж и жена. А то, как вы друг к другу относитесь, это уже лежит ответственность на самих людях. Аминь. Вот. А ведь могло бы быть всё по-другому. Да? И всё в наших руках. Аминь. Всё в наших руках. Аллилуйя. Ну что? Вот в моём случае муж меня оставил, то есть меня ответственность снимается. Я могу снова выйти замуж за другого человека, потому что я свободна. Брата или сестра свободна написано, потому что если неверующий хочет разъяснить, пусть разводится брат, сестра свободна написано. Он захотел меня оставить, он меня оставил. Всё. я могу выйти замуж снова. И это не будет, я не несу за это ответственность. А то, что муж не оставил, он будет нести за это ответственность. Вот. Аминь. Но если жена являлась инициатором развода, то она будет нести ответственность. Вот. В моей жизни видать то, что было до того, как я уверовала в Иисуса, это всё равно несёт какие-то последствия в жизни. Вот. И то, что было, все те люди, с которыми мы встречались, это всё накладывает отпечаток на нашу жизнь. Вот. И только благодаря тому, что мы начинаем мыслить мыслями Божьими, всё начнёт меняться. Аминь. И то, что как мы сказали, закон, закон, от которого мы освободились уже. Вот я, допустим, уже умерла, да, я приняла Иисуса, всё. Вот. всё, всё, что я делала, там плохо. Вот. Ещё сделаю. Это всё аннулируется. Аннулируется. И даже когда ты, будучи во Христе, делаешь что-то неправильное, вот, да, грехи не изменяются, грехи не изменяются. Ты в это утверждаешь, ты в это веришь. Но если ты в это не веришь, то приходит возмездие. Аминь. Почему очень важно верить Аллилуйя? Потому что когда мы ходим в вере, мы не позволяем злу, понимаете? Аминь. Аллилуйя. Ну что, давайте с вами конечно я простила с львом может за то, что меня оставил. Вот. Было пророчество, что он вернется. Не знаю насколько это правда. Вот. Но время покажет. Сколько у меня было еще после того желающих соединить со мной свою судьбу, но Бог не допустил до сегодняшнего времени. И кто-то собирался там ко мне приезжать. Двое точно хотели приехать. Это же не двое. Трое. Даже больше. Ну вот с которым бы я потенциально хотела бы связать судьбу. Вот. Их было трое. А остальные тоже собирались приехать. Хотели, но я шибко не хотела. Вот. Но Бог не допустил до сегодняшнего дня, поэтому я думаю, что может быть это пророчество и свойность. Кстати, он этот мой венчанный супруг он с Украины. Сейчас такие события происходят. И вот когда мы с него венчались, там тоже происходили военные действия. Могла быть всеобщая мобилизация и они могли сбежать оттуда. И сейчас, когда эти события происходят на Украине, вот, и было два пророчества, что вернется ко мне. Вот. И какое-то одно пророчество оно не сбылось. Вот. Второе пророчество еще оно пока может быть. Может быть. Вот. это пророчество, я вначале его думала, что оно тоже не сбудется. Но сейчас, в последнее время, я больше об этом думаю. Вот. и я думаю, что все-таки то, что мы обвенчались, это наложило отпечаток. И я думаю, что даже вот если бы я аннулировала это венчание, вот, и могла бы выйти замуж за другого, вот. И так оно и произошло. Я аннулировала венчание и послала своему супругу, вот, чтобы он согласился. Ну, вот. И, но он ничего не ответил. Ну, вот. Ну, я сказала, без твоего согласия сделаем это. Вот. Ну, как видите, я до сих пор свободна. Вот. Поэтому время покажет, сбудется это или не сбудется. Но перед Богом этот человек на себя остается моим супругом. Все. Я так верю. Вот. А поверь в вашей, да будет вам. Алёй. Ну, что? Давайте с вами споем венчание. Так. Моя жизнь так из-за дна. Как ветер перелетел полыла за средним вечером учил с тобою я назвала тебя мужем и няшною. Ты из неба на коленях мы стояли. И любить друг друга мы обещали. О, свидетель на коленях мы стояли. И быть верными нам прозорны обещали. Уважать не закончится конечно. Ты в радости не вновь и вечно. Поверь не справедливо не раз меня толпую. Я назвала тебя мужем и я джиную. долб в небо на коленях мы стояли. И тр Cu долларов мы обещали. Среди дней на коленях мы стояли Живой стернами другу мы обещали Я сказала, доверяю тебе жизнь мою С властью данной Я сказала, доверяю тебе жизнь мою Среди дней на коленях мы стояли Я сказала, доверяю тебе жизнь мою Среди дней на коленях мы стояли Я назвала тебя мужем, я женою Перед небом на коленях мы стояли Я сказала, доверяю тебе жизнь мою Среди дней на коленях мы стояли Живой стернами другу мы обещали Двадцать тёмные муж и жена Нас всегда это истина Двадцать тёмные муж и жена Нас всегда это истина Будет наш брат благословен Далковиченный плажер Будет наш брат благословен Далковиченный плажер Будет правда честен честен Должен не поручно точно Будет правда честен честен Должен не поручно точно Аминь 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 Слава Иисусу Давайте драгоценные помолимся за пожертвования Десятины Приношения Благодарим Господа Потому что все стяжания Все богатства народов Все земли Церковь она посвящает Господу Аминь Все стяжания Все богатства Владыки всей земли Аминь Аминь Потому что на земле нужны Во имя Христа Богатства Аминь Стяжания народов Да То что они накопили Все это Всем это будет Пользоваться праведник Всем тем Что народы накопили То что они Все эти сокровища Да Бог дал им Дал им Вот Копить Чтобы отдать Доброму предлецам Божьим Аминь Просто они этого не знают Аминь И А Слово Божие Оно живо и действенно От 3 меча Баю до острова Оно проникает До разделения духа Души Составов и мозгов И судит по нашлению Намеренность сердечных Аллилуйя Поэтому все что Все стяжания Народов Богатства Богатства Все пусть течет Слава Честь народа Все течет Город Великого царя Город Иерусалим Святой Сходящий С неба Бог То есть Тобишь к нам К церкви Во имя Иисуса Христа В церковь Тобишь ко мне Во имя Иисуса Ко мне и к тебе Дорогой мой Святой человек Аминь Я себе в первую очередь проповедую Аминь Слава Господу Аллилуйя Слава Иисусу Мы благодарим тебя Наш небесный Отец Такой щедрый Аллилуйя 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 Ты щедрый Господь Эль Шадай Многогруды Изливай Господь Во имя Иисуса Христа Аллилуйя Свои благословения Во имя Иисуса Христа Пусть честь Слава Богатства Народов Течет Во имя Иисуса Христа Аллилуйя Во имя Иисуса Христа То что править Никогда не ходит Господь Аллилуйя Праздник Тебя милует И дает Аллилуйя Слава Иисусу Наши руки Истечают Изливают золото Во имя Иисуса Христа Аллилуйя Слава Иисусу Слава Иисусу Слава Иисусу Слава Тебе Наш Небесный Слава Тебе Нашей Небесной За то что мы никогда не умрем Мы не пленны Мы бессмертны Аллилуйя Благодарим Тебе За божественное здоровье Что мы никому ничего не должны кроить Взаимной любви Во имя Иисуса Христа Аллилуйя Аллилуйя Пусть река Чистая Креста Светлая Течет Во имя Иисуса Христа Аллилуйя Чтобы Дерево Жизни Оно Приносило Плоды По числу Месяцев Во имя Иисуса Христа И Листья Дерево Для исцеления народа Во имя Иисуса Христа Аллилуйя Аллилуйя Я провожу Что нет ничего проклятого Что мы Что Твое имя Отец написано На моем челе Во имя Иисуса Христа Что Твое Имя написано На моем челе Во имя Иисуса Христа Что Я вижу Твое лицо Превосходящее Солнечное сияние От лица Которого бежало небо и земля Не нашлось умерти Во имя Иисуса Христа Аминь Ну что Закончим наш официальный чек богослужения Молитвы Отче наш И я с вами прощаюсь Потому что наша церковь Отец и Дух Святой Служит Круглосуточно Семь дней в неделю Двадцать четыре часа в сутки Ворота Никогда не запираются Ночи здесь нету Аминь Отче наш сущий на небесах Да светится имя Твое Да пришло царство Твое Да есть воля Твое на земле Как на небесах Хлеб наш насущный Дал нам на сей день И простим нам долги наши Как и мы простили Должникам наши И не ввел нас в Твое искушение Но избавил нас от лукавого Ибо Твое есть царство и сила и слава веки Аминь Какого-то Какого-то Субтитры создавал DimaTorzok